привет мои хорошие привет мои дорогие я думаю по моему внешнему виду образу вы уже поняли что я конечно же куда-то собираюсь и собираюсь по всей видимости на традиционное мероприятие во-первых желтый костюм индийский обычно желтая мы надеваем на очень такие вот именно традиционные традиционные мероприятия сегодня у нас будет баджан в честь бога шьяма бог шьям это вот как раз тот самый бог в храм которого мы ездили в хату в раджастане если кто-то видел эту серию видео после непала мы поехали буквально вот на один день на сутки мы сходили вечером то есть ночью сделали даршан даршан это как посещение храма встреча и утром перед самым отъездом и вы ехали должна сказать вам что в последнее время именно поклонение богу шьяму становится и набирает просто бешеной популярности я бы наверное не знала об этом если бы именно в нашей семье именно в нашей семье я имею виду опять-таки в большой семье именно семья в которой сегодня будет проходить этот баджан это из наших троюродных родственников скажем так у них в семье сейчас свадьба но свадьба индийская это дело очень долго и длинная растягивается она практически на неделю потому что сначала начинается свадьба со всяких вот религиозных мероприятий таких как допустим взять мангалпад обязательно проводится один раз потом вот какой-то баджан в данном случае так как у них в их семье они очень сильно поклоняются богу шьяму поэтому сегодня будет баджан в честь бога шьяма обе объясню почему почему набирает в последнее время скажем так бешеной популярности потому что бог шьям считается защитником проигравших в первую очередь униженных ослабленных вообще официально официально по легенде по истории махарата считается что бог шьям защищая защищал и помогал проигра проигравшим войне и вот с тех пор как он уже стал богом как он уже стал аватаром так повелось что люди которые которые проигрывает ну проигрывает это скажем так образно говоря то есть и даже вот по бизнесу не идет по здоровью не идет еще что-то все равно это вот как образно говоря как 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 бы ты проигрываешь да как бы ты ослаблен в этот момент и вот они ему поклоняются и ездят даже в храмы устраивать баджаны допустим там где в своих даже городах в данном случае здесь где мы живем ну и сегодня и сегодня мы идем на один из такой баджан кстати эта свадьба будет проводиться сам сами основные мероприятия будут проводиться не здесь они будут проводиться в райпуре поэтому я думаю те мероприятия которые будут проводиться в нашем городе я постараюсь почти посетить их все у моей яны сейчас экзамены она учится поэтому я не хочу ехать в другой город оставаться там на пару дней на свадьбу пусть это делает допустим тот кто более свободен в нашей семье есть и другие невестки у которых а детки учатся в других городах они более свободны у нас каждый день школа мне нужно яночку отвозить привозить поэтому я не совсем свободно поэтому то что смогу вам покажу еще хотела сделать такое дополнение свадьба происходит именно в той семье в которой была прошлая свадьба то есть имеется ввиду большая семья братья и сестра то есть был прошлая свадьба была в семье их сестры конечно же уже все взрослые люди люди у сестры уже тоже есть дети они взрослые . вышла замуж а это вот была как раз свадьба нашего племянника ее сына и вот теперь свадьба получается в семье ее брата то есть это уже вот из троюродных и даже наверное не знаю даже мне кажется они еще более дальние родственники потому что вообще от кого пошла это семья то есть это сестра моего свекра но сестра не родная а названная названная как родная семья поэтому для нас все таки эта семья считается близкой ну и так как по отношениям мы общаемся очень близко поэтому не приезжать на какие-то вернее не отвечать на какие-то приглашения не приезжать на приемы и мероприятия считается плохим тоном и будет воспринято как обида как оскорбление поверьте мне на индийской свадьбе несмотря на то что сотни приглашенных самые ближайшие родственники конечно же их замечают в первую очередь поэтому тот кто не при не приходит все это берется на заметку и при случае даже могут тебе сказать о том что ты не был на приеме или почему не приехали или еще какие-то могут даже сделать упреки например на свадьбе которая была прошлая прошлая свадьба в семье сестры мой муж не всегда мог наши братья не всегда мы были свободны и не приходили на каждый прием и я должна сказать что вот получается старшая сестра жениха она в конце это было прямо вот при мне она высказала прямо своим дядям о том что вы допустим не пришли сегодня на прием или пришли достаточно поздно то есть вы должны присутствовать на свадьбе то есть на приеме от начала до конца даже так бог хатушьям это имя и проявление барбарика история это известно нам из махабхараты махабхарата повествует о борьбе за власть между пандавами потомками панду царя правившего в хастинапуре и их двоюродными братьями кауравами первых традиция считает носителями мирового добра а вторых зла пандавы одержали победу по верованиям индуистов битва была более 5000 лет назад махабхарата это великое сказание о потомках бараты индийская эпическая поэма написанная на санскрите махабхарата состоит из 100 тысяч двойных стихов это в четверо больше чем рамая на и в несколько раз длиннее чем или ада и одиссея вместе взяты написал эту поэму мифический поэт в ясу махабхарата существует в трех различных редакциях самая древняя из них относятся к 400 году до рождества христова основу сюжета махабхараты составляет спор за престола наследия между главными ее героями сыновьями двух братьев царей панду и слепого три тараштры главы махабхараты содержат подробнейшие описания войны в конце которой остаются в живых только пандавы бог кришна и его возница арджуна также в главах воспевается горе вдов заключает в себе подробное описание обязанностей царей пользы добрых дел и так далее также подробно излагает предписание касс барбарика был очень предан богу шиви он был мужественным воином однажды бог огня агни дал ему лук благодаря которому он мог бы одержать победу над всеми тремя мирами также у барбарика было три стрелы которые подарил ему бог щива кришна заключил что стрелы настолько непогрешимы что даже если барбарика забудет о своей цели стрелы выполнят свою работу до конца кришна осознал феноменальную силу барбарика затем кришна попросил юношу за кого тот будет воевать и барбарика сказал что он на стороне слабых такие наставления дала ему мать тогда кришна спросил серьезно ли барбарика задумывался о последствиях прежде чем дать обещание матери кришна открыл барбарике истинные последствия этого обета любая сторона которую барбарика поддержит благодаря его силе станет сильнейший следовательно из-за обещания данного матери он будет вынужден перейти на противоположную сторону которая ослабнет таким образом он будет метаться между двумя воинствующими сторонами уничтожая оба обе армии и в конечном итоге останется только он ни одна сторона не победит так как он будет единственным оставшимся в живых чтобы не дать барбарике участвовать войне кришна попросил у него милостыню барбарика пообещал дать кришне чтобы он не пожелал и кришна попросил голову барбарика барбарика изумился услышал эти слова он попросил аскета раскрыть кто он на самом деле тогда кришна показал барбарики свою истинную вселенскую форму верят что только два воина видели божественную форму кришны вторым воином был арджуна увидев кто есть кришна барбарика согласился дать свою голову но перед этим он попросил кришну исполнить его желание если уж он не сможет участвовать великой войне пусть у него будет возможность наблюдать за ней голову барбарики установили на верхушке дерева пипал откуда он и наблюдал за сражением на курукшетре после окончания войны кришна опустил голову в реку руповать барбарика получил благословение от кришны что в кальюгу он будет известен под тем же именем что и сам кришна шьям и что ему будут поклоняться легенда также гласит что когда битва закончилась пандавы начали спорить кто был способен одержать победу и кришна намекнул что они спросили у барбарики ведь он видел всю войну барбарика сказал что это сделал только кришна благодаря мудрости советом планированию и своему присутствию на войне я видел только двоих первая это божественная чакра летавшая по полю битвы и убивавшая всех кто выступал против дхармы вторая богиня махакали воплощающая всех грешников в этой великой войне сказал барбарика пандавы осознали что они были всего лишь инструментами а действовали только вишну и махамая культ барбарики есть и сейчас в разных частях азии однажды спустя многие многие годы после махапараты у коров начало вытекать молоко из вымени когда они подходили к одному месту деревенские жители были поражены чтобы выяснить причину они раскопали это место и нашли захороненную голову в то же время правителю той деревни приснилось что он должен построить храм в честь головы барбарика место это было найдено голова барбарики известно как шьям кунд храм в его честь расположен в деревне хату в округе сикар раджистан там барбарики поклоняются как хатушьям джи и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 есть салат но сейчас он накрыт газетой пока сидят все внутри сейчас все молятся когда пройдет когда наступит окончание баджана молитвы тогда люди все придут сюда для того чтобы поужинать ну и здесь вода в любой момент можно подойти и выпить воды а а а да а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok